приветствую вас друзья как видите демо-зал у нас практически уже готов и ближайшее время каждый житель белгорода у кого есть желание может прийти и тестить инструменты взять что-то попробовать посверлить либо поточить но уже люди приходили то что подключил они уже даже пробовали на кстати приезжал представитель компании хайкоки там кирилл я с ним очень очень давно знаком это видео у нас будет выходить на моем третьем канале ссылку внизу в описании оставлю то есть кому интересно можете зайти посмотреть там будет видео с представителями брендов и также отзывы обыкновенных там строителей либо обыкновенных там рядовых граждан что у нас сегодня будет у нас сегодня будет новинка новинка от компании makita аккумулятор 40 вольтовый ударный бесщеточный шуруповерт модели hp001g чем интересен данный шуруповерт во-первых он интересен тем что он идет уже на платформе 40 вольт во вторых в нем стоит куча электроники здесь вот обратите внимание момент затяжки здесь регулируется электронно сегодня мы это все посмотрим также еще что у данного шуруповерта цена стоимость данного шуруповерта в районе 406 тысяч это в комплектации с аккумуляторами двумя и зарядным устройством и сегодня мы попробуем ну для себя понятно сделать все общий обзор а потом попробуем понять для чего нужен такой как бы не совсем дешевый шуруповерт как сам чем с комплектации поставляется инструмент пластиком кейсе системы mac pack также в комплектации уходит два 40 вольтовых аккумулятора емкостью 2 и 5 ампер час зарядное устройство также с наворотами типа музычки на 6 ампер металлические ограничили лубиной с пластиковым наконечником ну естественно здоровенная рукоятка я был удивлен у некоторые не в курсе для чего шуруповерта такая большая ручка она сделана для того чтобы вас просто-напросто не накрутила на шуруповерт то есть чтобы было удобно работать с большой оснаст в нижней части у шуруповерта есть клипса для фиксации шуруповерта на поясе также с другой стороны есть отсек для двух бит шуруповерт у нас двух скоростной выключатель шуруповерта имеет реверс справа влево также диод подсветки патрон с металлическим быстрозажимной зажимаемая оснастка от 5 до 13 миллиметров на патроне имеется надписи сделано в японии не помню на каком канале я вычитал такой очень популярный комментарий что в данном шуговерте патрон не останавливается вход это говно этот комментарий был популярный до можно подумать что он не сразу не останавливается а почему так казалось что патрон сразу не останавливается потому что губки у патрона не были зафиксированы теперь мы их зафиксируем останавливается моментально и таких экспертов на ю тубе очень очень много на патрон внимание обращайте шуруповерта имеется три режима работы с ударом закручивание саморезов и чисто сверление первым и последним все понятно а вот момент затяжки восстанавливается электронно нажимаем на выключатель загорелся индикатор теперь снимаем замок зелененькая заморгала и выставляем от единички и до 21 этот момент мы сегодня испытаем да еще такая отвечу здесь выставили 21 если переводим в режим с ударом и потом опять на режим закручиваем саморезов 21 то есть она не сбивается а если сниму аккумулятор и воткнем тоже не сбивается 21 общий обзор сделали и теперь по характеристикам шуруповерт у нас 40 вольтовый по числу оборотов на первой скорости от 0 до 650 на второй скорости от 0 до 2600 оборотов в минуту количество ударов на первой скорости от 0 до 9750 ударов в минуту на второй скорости от 0 до 39000 ударов в минуту сделан шуруповерт на заводе makita в китае максимально крутящий момент 140 метров а теперь посмотрим на его внутренний мир откручиваем открутили и теперь разбираем снимаем заднюю крышку и корпус и что мы тут видим бесщеточный двигатель редуктор выключатель электронный блок достаем я как поближе я горла стандартной магнитный со стороны кренчатки стоит подшип 1650 а с другой стороны такой же 1650 на прессо вами шестер Members occur так стадар вас имеют 6 катушек идет отдельно от блока электроники чуть ниже статов остоя два датчика я так понимаю что именно вот эти вот два датчика отвечают за регулировку момента затяжки идут вместе с боком электроники выключатель выключать или на стандарт на стоимость данного выключателя 1300 идет отдельно блока электроники но и полностью запаянный блок электроники до проводов конечно в ручке очень много ну и сам редуктор редуктор поставляется в сборе без патрона почему я не назвал цену все запасные части да потому что их сейчас нет так какая-то новинка только зашла на рынок и запчастей пока нет но обычно у makita запчастями проблем но никогда не было ближайшее время они скорее всего появятся почему выключатель я назвал цену там скорее всего артикул ведет взаимозаменяемый то есть я думаю во многих шуруповертах макитовских используются такой же выключать но теперь его собираем и так его собрал и кстати не сбилось число 21 стоит сейчас мы по быстренькому рассмотрим аккумулятор потому что 80 вольтовый уже разбирала 40 вольтовый не разбирал и также посмотрим как устроена зарядка у зарядки начали все стандартно под резиновыми ножками находятся винты вытащили и откручиваем открутили и скрываем и вот оно наше зарядное устройство обратите внимание стоит два вентилятора для охлаждения также два провода плюс и минус еще какие-то проводки тоже к электронному блоку ходит и тут тоже электронный блок стоит теперь 40 вольтовый аккумулятор также как на 18 вольтовом стоит пломба удаляем пломбу открутили и скрываем теперь открутим вот эти винты и попробуем вытащить внутреннюю вот так верхняя плата видно у нас залито полностью прозрачным силиконом а внизу чисто пластик то есть вообще все закрыто поэтому получится нас посмотреть какие здесь элементы стоят но нифига не получится то есть он целиком запаян если начну разбирать я его поломаю стоит он дофига то можно посмотреть какие тут огоньки горят но если серьезно я думаю скорее всего здесь стоит либо sony либо panasonic то есть и не думал какие-то вообще дешманские ячейки ладно собираем будем тест пока я собирал аккумулятор медика неприятная мысль посетила прибор для проверки 18 вольтовых макитовских аккумуляторов есть пусть макита заставилась и сервис на центре купить то есть я сделал по этому поводу видео то есть они сказали отходишь работать как сервис на центр официальный покупаю прибор для проверки аккумулятор который там больше двадцатки стоит на 40 вот вы насколько я знаю сейчас нет прибора но думу ближайшее время появится и стоит он будет верной также как 140 вольтовый аккумулятор и сервис на центре данный прибор купят ладно что мне сейчас будем делать сейчас мы проверим как он вкручивает саморезы то есть как вот регулируется вот этот электронный момент пробуем устанавливаем на единичку один есть и вкручиваем все на двоечку все на троечку другой возьмем то есть смотри он получается крутит-крутит и бах то есть резко не так она просто останавливается чуть ниже четверочка пятерочка сильнее шестерочка семерочка семерочку догнал поэтому-то семерочки и остановился так давайте попробуем восьмерочку девяточка выгрутить горячий смотрите когда переключается ударил он показывал то свитер индикатор потух также стоит на девятке на сверление поставили потух также стоит на девятке теперь у вас будет глухарь думаю также очень быстро будет так поставим на разблокировать поставим давайте на 15 до конца не загнал 18 заподлицо 19 шустро выкручивает горячий я думаю так всем понятно что мощи у данного шуруповера просто дохренищи максимальный диаметр сверления в районе 80 миллиметров то есть тут тут реально можно сверлить если чтобы сейчас хотел попробовать это посверлить им бетон потому что обычный шуруповер как бы плохо сверлит бетон а как этот будет я не знаю сверло у нас будет китайская диаметром 12 миллиметров поставили в режим удара и на второй скорости ну ладно не будем насиловать инструмент по мне сверлить бетон шуруповертом либо ударной дрелью но это полное извращение ну и в конце как всегда пару слов об инструменте дальше можно было взять такой большой бурка профигашить металл профигаши да он это будет делать то есть это довольно-таки мощный шуруповерт 140 ньютонов это это очень 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 довольно серьезно что касаемо почему он такой дорогой ну во-первых смотрите данный инструмент не для дома то есть думаю не стоит покупать чисто чтобы там собрать мебель языке и там или бы еще что-то сделать данный инструмент сделан для зарабатывания денег кому он подойдет я думаю тебя занимается кровью отлично подойдет или там где людям требуется большой крутящий момент что касаемо аккумуляторов 40 вольтовых даже такие ходят там дискуссии стоило макете переходить не стоило ну вот вы смотрите уже в штатах появились появились появился македовский инструмент на 80 вольт я думаю сейчас такими же темпами все дальше 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 мы будем идти то скоро у нас будет аккумуляторный инструмент на 220 вольт не до серьезно даже вставочку сделал есть такие у них уже там перфы как правило тяжелые и здесь я думаю макета может даже чуть опередит боша хорошо боша до классного тебе turbo движки они нормально заходят но 80 вольт как она будет работать я не знаю я думаю скорее всего именно вот этим вольтажом будут компоноваться чисто тяжелые перфы может быть там газовой косилки либо еще что-то то есть инструмент где требуется большая мощность что касаемо данного шуруповерта но естественно он в ремонт еще вообще не попадал никак и пол гарантии не без гарантии из плюсов что могу сказать ну большая мощность да можно было пировой сверху вы просто число здесь не нашел нацепить сюда показать вам как он фигашек ну как бы смысл будет фигашек это чисто инструмент для профессионалов да и тут можно сейчас еще сейчас сказать о как бы дорого но по отношению чему дорого если мы возьмем же тоже там хилти как бы там ценник тоже не мог кинулся равно его покупают вот как не крути и у больше тоже есть модельки обзор будет где на и убрали тоже такая большая тоже у данного шуруповерта большой крутящий момент но если я могу сказать только один недостаток добыл был более доступной бы по цене это было бы офигенно да он стоит 46000 если бы он стоил бы ну хотя бы были тридцатку 30 может быть 25 даже рыбаки было покупали да он кстати идеально подойдет для сверления лунок зацепили штуку поставили все и можно бурить лунки всем кому понравилось данное видео подписывайтесь на канал удачных вам покупок на ближайшее время скоро у нас будет обзор на 40 вольтовую болгарочку кстати уже немножко даже попробовал попилить и пилит она должна признать не хуже чем хайкоке да вот по хайкоке вот хайкоке пошел по-другому пути у них 18 36 вольт как бы на месте макиты тоже как бы может быть так был сделал но я не на месте макиты и думаю никогда на месте макиты не буду то есть у них свое решение 40 вольт как она будет двигаться дальше но я думаю поживем увидим всем пока